Свой вклад в предстоящую Олимпиаду в Сочи внесла Калужская клиника Фёдорова. Врачевтальмула Калисия Пугаева стала факелоносцем на одном из участков движения Олимпийского огня в Калуге. Спортсменка, легкоатлетка, плавчиха, шахматистка, человек с активной жизненной позицией и заветной мечтой, если уж не поучаствовать, то хотя бы увидеть состязание в Сочи, уже пятый год работает в МНДК «Микрохирургия глаза». Цель эстафеты изначально была, конечно, объединить страну, привлечь внимание и в том числе внести какой-то позитивный настрой, чтобы каждый человек, даже не имея возможности поучаствовать и посмотреть на сами Олимпийские игры непосредственно на объекте в Сочи, все-таки мог увидеть частичку этого огня, частичку этих игр здесь, прямо фактически с доставкой на дом. В свои 27 лет Алиса Пугаева входит в число 15 лучших спортсменов профсоюза работников Организации здравоохранения Калужской области. На последней спартакиаде отраслевого профсоюза заняла первые места по стрельбе из пневматической винтовки и по легкой атлетике и стала лидером в личном женском зачете. Успехи в спорте и стремление привлечь окружающих к занятиям спортом и здоровому образу жизни вылились в символическую оценку достижений, сделав ее факелоносцем. За ее плечами долгий, в полгода период ожидания. Ее кандидатуру волонтера Олимпийских игр Сочи 2014 рассматривали, за нее давали голоса на сайте. Коллегам по клинике Олеся тогда ничего не рассказывала, признается, что поскромничала и не очень верила в успешность своей инициативы. Зато теперь удивлению гордости сослуживцев нет предела. С ней хотят сфотографироваться, послушать ее впечатление и подержать в руках символ Олимпиады. Сам факел весит почти 2 килограмма, конечно, достаточно тяжело, особенно учитывая, что нужно нести его на вытянутой руке и достаточно высоко поднятой. 200 метров мне предстояло пробежать. Поначалу мне показалось, что это маленькое расстояние, абсолютно для меня, человека подготовленного, не проблема. Но там неимоверное волнение, адреналин в крови. Бежишь, не замечаешь, за каким ритмом ты бежишь. Дыхание сбивается, потому что кричишь, приветствуешь и несешь этот факел. Естественно, устаешь. То есть к концу этапа, конечно, я уже чувствовала, что усталость. Но неимоверная радость меня перекрывала все, конечно. Чувства фееричные. Я не ожидала, что я получила такую волну, позитива. Очень приятно. Врачом Олеся Пугаева стала по настоянию мамы. А в систему МНТК поверила, побывав на последних курсах медуниверситета в главном институте МНТК в музее Святослава Федорова. Сейчас Олеся Михайловна врач-офтальмолог отделения лазерной хирургии донной патологии в глаза. В Калужской клинике МНТК. Ее ежедневная работа – осмотр и проведение лазерных вмешательств больным при сахарном диабете, глаукоме, вторичной катаракте. Хотелось бы заниматься научной деятельностью, потому что голова кипит, идеи есть, и хотелось бы их реализовывать. Здесь я вижу, что возможность для этого есть. Хотелось бы реализовать. Хотелось бы тоже в дальнейшем практических навыках заниматься уже и детской патологией. Потому что в нашем филиале это центральное направление, хотелось бы быть на волне. В тот эстафетный день на месте факелоносца Олеси Пугаевой, врача-офтальмолога из Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Минифедорова, хотел бы оказаться каждый. Поэтому есть все основания полагать, что и болельщиков зимней Олимпиады в Сочи 2014 теперь станет намного больше. Продолжение следует...